Здравствуйте! Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net номер 42. Запишите выражение в виде дроби и сократите эту дробь. А. Чтобы записать в виде дроби, нужно знать, что деление можно заменить дробной чертой. То есть вместо знака деления можно поставить дробную черту. У нас разделить на 14, где в числителе будет стоять делимое, в знаменателе делитель. Делимое у нас 21 умножить на 18, а делитель 14. Можно сократить. 21 и 14 на 7. В числителе будет 3, в знаменателе 2. В числителе еще 18. Теперь опять можно сократить. 18 и 2 на 2. В знаменателе будет 1, в числителе будет 9. Получаем 27 первых. Или 27. Б. Деление заменяем дробной чертой. В числителе делимое 60, в знаменателе делитель. Делитель 16 умножить на 25. Сокращаем. 60 и 16 на 4. В числителе будет 15. В знаменателе 4. Еще в знаменателе 25. Еще можно сократить. 15 и 25 на 5. В числителе 3. В знаменателе 5. Больше сократить ничего нельзя. Получаем 3, двадцатых. Записываем выражение в виде дроби. В числителе 12 умножить на 15. А деление заменяем дробной чертой. Делить на 40. Сокращаем. Можно сократить 12 и 40 на 4. В числителе останется 3. В знаменателе 10. В числителе еще 15. Сокращаем. 15 и 10 на 5. В числителе 3. В знаменателе 2. Получаем дробь 9, вторых. Выделяем целую часть. А это будет 4,1 вторая. Г. Записываем выражение в виде дроби. В числителе 4 умножить на 24. В знаменателе 42 умножить на 8. Равно. Сокращаем. Можно сократить 4 и 8 на 4. В числителе будет 1. В знаменателе 2. 24 и 42 на 6. В числителе будет 4. В знаменателе 7. Еще сокращаем. 4 и 2. В числителе будет 2. В знаменателе 1. Сокращаем на 2. В знаменателе остается 7. Получаем ответ 2 седьмых. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...